Здравствуйте, дамы и господа, добро пожаловать в Boneworks. Модификация с Фордлитом обновилась, и как вы видите, теперь у нас есть несколько особей, которые между собой, конечно, отличаются не только внешним видом, но и характеристиками. Например, стандартный Фордлит, всем известный, но для тех, кто с ним не знаком, я сейчас, пожалуй, вас познакомлю. Вот такие вот симпатяги. Не успел я рассказать о каждом из них, но на самом деле выглядят как маленькие, круглые, пузатые обезьянки. Смотрите, какие они милые, симпатичные, да, конечно, у них здесь зубы, но вот такие вот, и не каждому будет приятно на них взглянуть. Может быть, даже кто-то испугается, твою мать, особенно когда они хватаются вот таким-то образом руками. Действительно, можно навалить в штаны даже. Поэтому я предлагаю вот этого усмирить и осмотреть другого. На этого мы уже осмотрели, с этим мы знакомы. Обыкновенный, проворный Фордлит. Довольно шустрый, кряхтит, пыхтит и агрессивно себя ведет. Чтобы его немножко успокоить. Что-то он никак не хочет. Посмотрел на меня своим сердитым взглядом. Все, кажется, успокоился. Как вы видите, стандартная особь не защищена. Открыто полностью лицо. И, в принципе, в целом он довольно миниатюн. С вот такими вот симпатичными глазками. Следующая особь, на которую мы посмотрим, уже защищена. Как вы видите, у него есть вот такой вот стальной панцирь. У него также есть рога. И дополнительная защита вот здесь. Выглядит он следующим образом. Даже, по-моему, и здесь у него какая-то дополнительная защита. Да, ну можно сказать и так. Дополнительные элементы металлические стальные присутствуют. И в остальном он в целом больше. Похоже, похоже, это самец. И глаза у него немножко другие. Цветом отличаются, по крайней мере. Глаза у него какие-то пурпурные. Так, этот нам больше не понадобится. Ну и также третий особь. Давайте, пожалуй, этого ликвидируем. Главное, аккуратно. Главное, аккуратно себя с ними вести. Сейчас я покажу, как обезвредить дикого портлида. Даже, если он защищен броней. Даже, если у него присутствует панцирь. Вам потребуется узиха. Немного сноровки и ловкости. Оп, хватайте и стреляйте в лоб. Или в лаза. Это незащищенное место. Твою мать, еще один проснулся. И сейчас мы о нем и поговорим. Это еще один представитель Мерл Фордлида. Он шустрый. Он маленький, проворный и шустрый. Как вы видите, внешне он тоже немного отличается. Он гораздо быстрее себя везет. Он очень быстро и высоко прыгает. Из-за того, что он весит чуть поменьше. И также у него какие-то проблемы с черепом. Как мы видим, череп вылезает. Вылезает немного со скачу. С основной головы. И также у него сверху еще какие-то приспособления. Не знаю. Насос какой-то, пылесос. Или, возможно, реактивная часть. Да, скорее всего, это турбина какая-то, которая как раз-то ему позволяет быстро и высоко прыгать. И, соответственно, ускоряться. Конечно, он не простая мишень. Он довольно маленький. Высоко прыгает. Очень шустрый. И среагировать не всегда получается. Но зато его тело незащищено практически. Но стандартная оболочка. И его довольно быстро можно убить. Просто стреляя в него. Или, возможно, наносить все урон каким-нибудь холодным оружием. Вы, наверное, думаете, выглядят они как безобидные, симпатичные обезьянки слэш-черепашки. И никакой угрозы не представляют. Поэтому специально для вас я подготовил... А точнее, оставил напоследок еще одну особь, которую зовут Бруд-мать. Так что сейчас у вас есть уникальная возможность посмотреть на матку. Посмотреть на огромную самку. Выглядит она следующим образом. А задние лапы почему-то у нее застряли. Или у всех такие задние лапы? Нет, у всех привычные лапы. Да, такое ощущение, что... Надеюсь, она это не услышала. Вроде как нормально. Такое ощущение, что это протезы на самом деле какие-то. И судя по всему, так и есть. Задние лапы у нее протезированы. И, возможно, это даже какие-то острые лезвия. Сейчас трудно сказать. Давайте поближе подберемся. Похоже, это было зря. Если вы не профессионал, лучше сзади к матке не подходить. Как вы видите... Ё-моё, она раскидывается. Это просто босс какой-то огромный. Ёп твою мать. Я ухожу. Ну нахер. А ну, кыш. Кыш, 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 кыш. Черт, я в западне. Нормально, нормально. Вот здесь вот перепрыгну. Я их здесь оставлю. Черт. Как он здесь оказался? Он уже поджидал меня на выходе. Так, ну а вот и мамаша. Прибыла защищать своих детей. Но на самом деле она просто ими раскидывается. Он начинает. И очень агрессивно себя ведет. Поэтому я предлагаю воспользоваться радикальными методами. Но при этом, смотрите, сама она вроде как даже не прыгает. Или она прыгнула только что. Сзади. Она только выстреливает. Ими и подползывает к нам. Не знаю, будет ли она нам наносить вообще какой-то урон. Будет ли она пытаться нас убить. Не знаю. Так же ограниченное количество у нее детишек или нет. Но мы с вами, можно сказать, принимаем роды. Это же прекрасное природное явление. Как милое и как волнительное. ХП, я думаю, у нее достаточно много будет. Так, ладно, слушайте. Как я уже сказал, пора воспользоваться радикальными методами. Для усмирения этих тварей. И сегодня нам потребуются гранаты. Гранаты — это то, что может предотвратить или создать, наоборот, проблему неприятности. Их только больше и больше. Да твою мать. Так, она застряла. Она в моей ловушке. Хитроумная ловушка. Затем граната в лоб. Замедленная съемка. Слоу-моушен. Закрываю свое лицо. Самое главное — закрывайте лицо. Взрыв и все. Переворачивается. Переворачивается она кверху брюхом. Это значит, что она повержена. Также кунай здесь валяется или нет. Такое ощущение, что она еще пытается перевернуться. Слушайте, по-моему, я не хватил одной гранаты. Так, ладно, придется нам еще парочку. Взорвать. Все-таки этих ребят многовато. Да, к слову, одной гранаты ей не хватило. И она продолжает, продолжает свои деяния совершать. Кидаем ей за щеку, так сказать. Еще одну гранату. Надеюсь, все будет ей достаточно. Она снова подпрыгнет. Боже мой. Мне кажется, пора сдаться. Их все больше и больше. Так, ну все, охотник прибыл. Запрыгну сейчас сзади. Боже мой, они уже между собой сношаются. Патроны быстро кончились. Ну, вроде как самка повержена, наконец-то. Два магазина ей было достаточно. Блин, здесь ничего не осталось. А мне нужно как-то убивать эту толпу. Ну ладно, будем продолжать использовать гранаты. Два магазина ей было достаточно. Теперь мы можем рассмотреть мамашу поближе. Так, давайте потерявшегося ребенка. Заполнем куда-нибудь на тот цвет. Там ему будет спокойнее. Так, ну кажется, она не шевелится. Повержена. Да, вот такая вот у нее замечательная труба, которую везет в утробу. Ведь матушка природой задумана. Великолепные, симпатичные глазки. И один, кажется, меня еще нашел. И во рту. Не знаю, что во рту. Возможно, это тоже череп или что-то вроде того. И как у Фредди Крюгера еще маленькие форды. Повсюду. Так, ребята, развлекайтесь. Также у нее просто гигантские страшные руки. Непонятно, что это рука или ступня. Кисть или ступня. А, слушайте, это тоже часть трубы. Я уж подумал, это какой-то ингалятор. Да, выглядит страшно, конечно. И так же лезвие, действительно. У нее просто ножи какие-то огромные складные на задних лапах, с помощью которых она режет своих противников. Пожалуй, отправим их на карантин. В карантинную зону. Кстати, в глазницах у нее камни. Да, что такое? Они опять пришли? Похоже на то, как же вы надоели. Теперь, надеюсь, они меня не побеспокоят. Ну и, собственно, все. Также более дорогие материалы, как мы видим здесь. Какое-то серебристое напыление. Или что-то вроде того. Огромное количество трубок дополнительно. Так, давайте перевернем эту заразу. Так, ну и здесь на брюхе у нее практически все закрыто. Кстати, труба, такое ощущение, что сквозная. А хотя нет, она в другую сторону ведет. Да, ну вот такое вот брюхо. Собственно, мы изучили досконально. От начала и до конца. Препарировать уж не будем, наверное. Уж слишком умерзительно выглядит эта хреновина. Что ж, господа, на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...